Найдем значение выражения, которое содержит корни. Для этого нам нужно 4 умножить на корень, а число 25 представить в виде степени. 25 – это 5 в квадрате. Минус 2 умножить на корень. 169 – это 13 в квадрате. Итак, помним, что корень из числа а квадрат – это а по модулю. Поэтому 4 умножим, корень из 5 в квадрате – это 5, минус 2 умножить, корень из 13 в квадрате – это 13, равно. Ну а теперь выполним действие. 4 умножить на 5 – 20, 2 умножить на 13 – 26, 20 минус 26, получаем минус 6. Задание выполнили. Найти значение этого выражения можно двумя способами. Сначала вычислить значение суммы в скобках, а потом умножить на 2. Или умножить на 2 первое слагаемое, умножить на 2 второе слагаемое в скобках. Значит, найдем значение выражения в скобках. 5 умножить. Чтобы вычислить корень из 1,21, мы представим число 1,21 в виде квадрата. Это 1,1 в квадрате. Плюс корень из 9 представим в виде корня из 3 в квадрате умножить на 2. 5 умножаем. Корень из 1,1 в квадрате – это число 1,1. Плюс корень из 3 в квадрате – это число 3. Умножим на 2. Равно. 5 целых умножаем на 1,1. Получаем 5,5 плюс 3 умножим на 2. Сумма в скобках равна 8,5 умножаем на 2 и равно 17. Значение данного выражения равно 17. А сейчас нам нужно вычислить квадрат суммы. Тоже можно работать двумя способами. Можно использовать квадрат двучлена формулу. Ну, а можно вычислить сначала значение скобки, а потом возвести это значение в квадрат. Вычислим. 3 плюс 1,8 умножить. А вот корень из 0,64 – это корень из 0,8 в квадрате. Тогда это будет число 0,8. То есть умножим на 0,8. Это будет равно 3 плюс 0,8. Можно записать числитель. 8 знаменатель. 3 плюс. Сокращаем 0,8. И 8 знаменателя на 8. Получаем 0,1. 1,10 возводим в квадрат. Это будет равно 3,1 в квадрате. Значит, чтобы найти 3,1 в квадрате, мы должны умножить 3,1 саму на себя. 1, 3, 3х1, 3х3, 3х3, 9. 1, 6, 9. Справа налево запятой отделяем 2 цифры в записи нашего произведения. 9,61. Значение выражения найдено.